Приветствую вас на канале книги, истории, факты. В этом видео я хочу рассказать о 50 жутких городских легендах, которые оказались правдой. Надеюсь его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале книги, истории, факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. В этом видео мы хотим рассказать о 50 жутких городских легендах, которые оказались правдой. Мир полон таинственных историй и легенд, которые принято рассказывать, сидя у костра, поздно вечером. От некоторых из них стынет кровь в жилах, но успокаивает то, что это всего лишь вымысел. Хотя точно ли это вымысел? Ведь городские легенды из нашей подборки на самом деле оказались правдой. 1. Безлики Чарли. Дети, живущие в Питтсбурге, Пенсильвания, любят рассказывать историю о безликом Чарли, также известном как «Зеленый человек». Считается, что Чарли был рабочим на предприятии, обезображенным в результате ужасного несчастного случая. Некоторые утверждают, что всему виной кислота, а некоторые линии электропередачи. В некоторых версиях истории утверждается, что из-за этого случая его кожа приобрела зеленый оттенок, но все версии объединяет то, что лицо Чарли было настолько обезображено, что утратило всякие черты. Согласно поверью, он бродит в темноте по угнетающим местам, таким как, к примеру, старый заброшенный железнодорожный туннель в Южном парке, известный также как «Туннель зеленого человека». На протяжении многих лет любопытные подростки посещали этот туннель в поисках следов безликого Чарли. Многие утверждали, что они чувствовали легкое электрическое напряжение и испытывали проблемы при заведении автомобиля после того, как вызывали безликого. Другие говорили, что видели легкое сияние его зеленой кожи в туннеле или в ночи у сельской дороги. К сожалению, в этой трагической истории кроется львиная доля правды. Легенда о безликом Чарли появилась благодаря тому, что у него был вполне реальный прототип Реймонд Робинсон. В 1919 году Робинсон, которому на тот момент было 8 лет, играл с другом у моста, через который проходили трамвайные пути с высоким напряжением. Реймонд получил ужасные травмы, после того, как случайно дотронулся до линии электропередач. В результате удара, он потерял нос, оба глаза и руку, но выжил. Он провел остаток своей долгой жизни, 74 года замкнувшись в себе, и выходил гулять только в ночное время, однако на дружелюбные обращения людей к нему он отвечал взаимностью. 2. Убийца на чердаке. Эта леденящая кровь история, появилась много лет назад. Она повествует о семье, не подозревающей о том, что в их доме поселился опасный незваный гость, тайно неделями живущий на их чердаке. У них пропадают или передвигаются вещи, в мусоре появляются подозрительные предметы. Они мило шутят о домовом до тех пор, пока жестокий убийца, живущий у них под боком, не убивает их во сне. Самое страшное в этой легенде то, что казалось бы это вполне возможно и это на самом деле так. Эта история, началась в марте 1922 года на немецкой ферме, под названием Хинтер Кайфек. Хозяин, Андреас Грубер, стал замечать, что в доме периодически пропадают вещи, лежат не на своих местах. Его семья слышала шаги в доме по ночам, а также сам Андреас накануне трагедии, заметил чужие следы на снегу, но осмотрев дом и территорию, никого не нашел. В конце марта человек, оставивший эти следы, спустился с чердака и жестоко расправился с шестью обитателями фермы хозяином, его женой, их дочерью, ее двумя детьми двух и семи лет и их горничной с помощью мотыги. Их тела были обнаружены лишь четыре дня спустя и выяснилось, что в это время кто-то ухаживал за домашним скотом. Личность преступника до сих пор не установлена. 3. Ночные доктора. История о ночных докторах в прошлом зачастую, можно было услышать от рабовладельцев, которые запугивали ими рабов, чтобы те не сбежали. Суть легенды состоит в том, что существовали некие доктора, которые орудовали ночью, похищая чернокожих рабочих, чтобы использовать их в своих ужасных экспериментах. Ночные доктора отлавливали людей на улицах и забирали их в свои медицинские учреждения, чтобы там пытать, убивать, расчленять и вырезать у них органы. Эта жуткая история имеет вполне реальное продолжение. На протяжении 19 века расхищение могил было большой проблемой, а афроамериканское население не могло защитить ни своих умерших родственников, ни себя. Кроме того, студенты-медики действительно проводили операции на живых членах афроамериканского сообщества. В 1932 году служба охраны здоровья штата Алабама и Университет Тоскиги запустили программу по изучению сифилиса. Как бы ужасно это ни звучало для произведения эксперимента, были взяты 600 афроамериканских мужчин. У 399 из них уже был сифилис, а у 200 одного нет. Им предоставили бесплатное питание и гарантию на защиту их могилы после смерти, однако программа потеряла финансирование, но участникам об их ужасном недуге ничего не сообщили. Исследователи стремились изучить механизмы болезни и продолжали наблюдать за пациентами. Им говорили, что лечат их от несерьезной болезни крови. Пациенты не знали, что больны сифилисом, или что им был необходим пенициллин для его лечения. Ученые отказывались давать какую-либо информацию о медикаментах или состоянии их пациентов. Эта история, приправленная рабовладельцами, разъезжающими по ночам на лошадях в белой одежде, долгое время вселяла в темнокожих людей страх и трепет перед легендой. 4. Убийство Алисы. Это довольно молодая городская легенда из Японии. Она гласит, что в период с 1999 года по 2005 в Японии произошла череда жестоких убийств. Тела жертв были изуродованы, их конечности были оторваны, а отличительной особенностью всех убийств было то, что рядом с каждым трупом кровью жертвы было написано имя Алиса. Полиция также обнаруживала по одной игральной карте на каждом из жутких мест преступления. Первая жертва была найдена в лесу, а части ее тела были нанизаны на ветви разных деревьев. У второй жертвы были вырваны голосовые связки. У третьей жертвы девочки-подростка была сильно обожжена кожа, рот разрезан, глаза вырваны, а к ее голове была пришита корона. Последними жертвами убийцы стали, двое маленьких близнецов им сделали смертельные инъекции, пока они спали. Утверждается, что в 2005 полиция арестовала человека, на котором была обнаружена куртка одной из жертв, но им не удалось связать его ни с одним убийством. Человек утверждал, что куртку ему подарили. На самом деле, подобных убийств в Японии никогда не было. Однако незадолго до появления этой легенды, в Испании орудовал маньяк, которого называли карточным убийцей. В 2003 году все силы полиции Мадрида были брошены на поимку человека, ответственного за шесть жестоких убийств и три покушения. Каждый раз он оставлял на теле убитого игральную карту. Власти были в недоумении и не было никакой связи между жертвами или очевидного мотива. Все, что было известно, они имели дело с психопатом, выбирающим своих жертв случайным образом. Его никогда бы и не поймали, если бы однажды он сам не пришел в полицию с повинной. Карточным убийцей оказался Альфредо Голан Сатиле. Во время судебного процесса Альфредо несколько раз менял показания, отказываясь от признания и утверждая, что признаться в убийствах его заставили нацисты. Несмотря на это, убийца был осужден на 142 года тюремного заключения. 5. Легенда о Кроспи. Бугимен. Среди жителей Стейтин Айленд, легенда о Кроспи ходит вот уже несколько десятилетий. Она рассказывает о сумасшедшем убийце с топором, сбежавшем из старой больницы и прячущемся в тоннелях под заброшенной государственной школой Уилбрук. Он выходит из укрытия по ночам и охотится на детей, некоторые утверждают, что у него вместо руки крюк, а некоторые, что он орудует топором. Оружие для него не имеет значения, ему важен результат, заманить ребенка в руины старой школы и разрубить его на куски. Как выяснилось, сумасшедший убийца был вполне настоящим. Андре Рент оказался непосредственным виновником похищения двоих детей. Он работал уборщиком в этой самой школе до ее закрытия. Там дети с ограниченными возможностями, содержались в ужасных условиях, их избивали, оскорбляли, у них не было ни нормальной еды, ни одежды. Бездомный Рент вернулся в тоннеле под школой, чтобы продолжить зверства, ранее царившие в этой школе. Дети начали пропадать без вести, а тело 12-летней Дженнифер Швайгер было найдено в лесу неподалеку от лагеря Ренда. Тот был обвинен в убийстве Дженнифера и еще одного пропавшего ребенка. До конца не доказано, что эти убийства, именно его рук дело, однако полиции удалось доказать, что он причастен к похищениям детей. Он был осужден на 50 лет судебного заключения. Местонахождение других пропавших детей до сих пор не раскрыто. 6. Няня и убийца на втором этаже История о няне и убийце, прячущемся наверху, это несомненно классика городских страшилок. Согласно этой легенде, девушка, работающая няней в богатой семье, получает жуткий звонок. Почти во всех версиях истории звонящий спрашивает няню, проверила ли она детей. Няня звонит в полицию, где выясняется, что звонят из дома, где находится она с детьми. Согласно большинству версий, всех троих находят жестоко убитыми. Причиной распространения этой жуткой истории стало вполне реальное убийство 12-летней девочки Джанет Кристман, которая присматривала за трехлетним Грегори Ромаком. В марте 1950 года, когда произошло это жестокое преступление, в Колумбии, штат Миссури, была ужасная гроза. Джанет только уложила ребенка спать, как в дом проник неизвестный, жестоко надругался над девочкой и убил ее. В главных подозреваемых, долгое время числился некий Роберт Мюллер, обвиняемый также в еще одном убийстве. К сожалению, улики против Мюллера были лишь косвенные, однако его все же обвинили в убийстве Джанет. Через какое-то время он подал в суд, за незаконное удержание под стражей, обвинения были сняты, а он навсегда уехал из города. После его отъезда подобные преступления прекратились. 7. Человек-кролик. История про человека-кролика появилась примерно в 70-х годах прошлого века и, как многие городские легенды, имеет несколько версий. Самое распространенное из них гласит о событиях, произошедших в 1904 году, когда местное психиатрическое учреждение города Клифтон, Вирджиния, закрывается и появляется необходимость перевести пациентов в новое здание. По классике жанра транспорт с пациентами попадает в серьезную аварию, большинство из них погибает, а выжившие вырываются на волю. Их всех успешно возвращают обратно кроме одного – Дугласа Гриффина, отправленного в психушку за убийство своей семьи в пасхальное воскресенье. Вскоре после его побега в округе на деревьях появляются измученные и изуродованные тушки кроликов. Некоторое время спустя местные жители обнаруживают тело Маркуса Уулстера, свисающее с потолка подземного перехода под железной дорогой, в таком же ужасном состоянии, что и кролики до этого. Полиция пыталась загнать сумасшедшего в угол, однако тот, убегая, попал под поезд. Теперь его неспокойный призрак бродит по округе и все так же развешивает по деревьям тушки кроликов. Некоторые даже утверждают, что видели человека-кролика собственной персоной, стоявшего в тени подземного перехода. Местные жители верят, что тот, кто осмелится войти в переход в ночь на Хэллоуин, будет найден мертвым на следующее утро. К счастью, эта жуткая легенда всего лишь легенда, и никакого сумасшедшего убийцы на самом деле не было. Не было ни Дугласа Гриффина, ни Маркуса Уулстера. Однако в округе Фейерфакс жил человек, который был нездорово помешан на кроликах и терроризировал местных жителей в 70-х годах прошлого столетия. Он кидался на прохожих и преследовал их с маленьким топориком в руках. Некоторые утверждали, что однажды он бросил топорик в окно проезжающей машины. Подобный инцидент произошел, и у дома одного из местных жителей. Сумасшедший взял топор с длинной рукояткой, и начал рубить крыльцо дома несчастного. Он сбежал до приезда полиции, и никто до сих пор не знает, кто он и что им движело. 8. Крюк. Легенда о крюке, возможно, самая распространенная из всех городских страшилок. Она имеет несколько версий, каждая страшнее предыдущей, и самая известная из них рассказывает о парочке, у которой было свидание в припаркованной машине. Радиоэфир внезапно прерывается, чтобы сообщить слушателям страшную новость, сбежал жестокий убийца, орудующий крюком, и сейчас он скрывается именно в том парке, где находятся влюбленные. Девушка, услышав новость, просит любимого уехать оттуда как можно быстрее. Парня это раздражает, но они собираются, и он отвозит ее домой. Когда они приезжают, то обнаруживают кровавый крюк, свисающий с ручки двери со стороны пассажирского сидения. Добирается ли парочка до дома без происшествий, или девушка с ужасом слышит, как пальцы ее возлюбленного касаются крыши машины, когда его окровавленное тело висит на дереве история, появилась не случайно. В конце 1940-х годов небольшой и мирный городок потрясла череда ужасающих убийств. Виновник был прозван убийцей в лунном свете, но так и не был найден. Ночью он убивал молодых людей в припаркованных машинах. Напуганные жители возвращались домой задолго до комендантского часа, объявленного властями. Кровавые преступления прекратились так же быстро, как и начались, а лунный убийца растворился в ночи. 9. Мальчик-пес. В городе Куитмен, штат Арканзас, долгое время ходила легенда о мальчике-псе. Местные утверждали, что она повествует о злом и очень жестоком маленьком мальчике, который любил пытать беззащитных животных, а затем и вовсе перешел на своих родителей. После смерти мальчика, его призрак обитал в доме, где тот убил своих родителей, в образе получеловека-полусобаки, вселяя ужас и страх в людей. Люди часто замечают его очертания в комнате, где он содержал животных, над которыми издевался. Свидетели описывают его как крупное мохнатое существо, напоминающее собаку с горящими кошачьими глазами. Те, кто проходит мимо его дома замечают, что он пристально следит за ними из окна дома, а некоторые даже утверждают, что по улице за ними гналось непонятное существо на четвереньках. Когда-то в старом доме, на улице Малбери 65 жил злой и жестокий мальчик по имени Джеральд Бетис. Его любимым занятием был отлов соседских животных. У него была отдельная комната, куда он приносил несчастных. Там он их пытал и жестоко убивал. Со временем его жестокость стала проявляться по отношению к пожилым родителям. Он был огромного роста и имел лишний вес. Говорят, что именно он убил своего отца, однако никому так и не удалось доказать, что он спровоцировал его падение с лестницы. После смерти отца, он продолжил издеваться над матерью, удерживая ее в запертии моря голодом. Правоохранительные органы вмешались, и им удалось спасти несчастную мать. Некоторое время спустя она свидетельствовала против него за выращивание и употребление запрещенного вещества. Его отправили в тюрьму, где он скончался от передозировки. 10. Черная вода. Это довольно известная история начинается с того, что обычная семья покупает новый дом. У них все отлично до тех пор, пока они не открывают кран, откуда льется черная, мутная, скверно пахнущая вода. Проверив резервуар с водой, они обнаруживают гниющее тело. Неизвестно, когда эта легенда появилась на свет, но подобная история действительно имела место. Тело Элизы Лэм, было найдено, в резервуаре для воды в отеле Сесиль в Лос-Анджелесе, Калифорния в 2013 году. Ее смерть до сих пор остается загадкой, а убийца не был найден. К тому времени, когда постояльцы начали жаловаться на испортившуюся воду, и ее тело было обнаружено, оно уже неделю разлагалось в резервуаре. 11. Кровавая Мэри. Согласно жуткому народному поверью о Кровавой Мэри, для того, чтобы вызвать ее злой дух, необходимо зажечь свечи, выключить свет и прошептать ее имя, пристально смотря в зеркало. Когда она приходит, она может совершить как ряд безопасных поступков, так и ужасных вещей. Согласно исследованиям психологов, если долго пристально смотреть в зеркало, можно увидеть, как кто-то другой смотрит на вас в ответ, поэтому скорее всего, легенда о Кровавой Мэри появилась не на пустом месте. Итальянский психолог Джованни Капутто называет это явление «иллюзией чужого лица». Согласно Капутто, если долго и пристально смотреть на свое отражение в зеркале, ваше поле зрения начнет искажаться, и очертания и границы станут размытыми ваше лицо, больше не будет выглядеть так, как прежде. Эта же иллюзия проявляется, когда человек видит образы и силуэты в неодушевленных предметах. 12. Крысиный король. Испокон веков в Европе недолюбливали крыс. В больших средневековых городах их было действительно много. Мало того, что они портили запасы, так еще и переносили болезни, как ты наверняка знаешь. Так вот, там же, в Европе, родилась жуткая городская легенда о крысином короле. Нет, это не главная крыса гигантских размеров. Все еще страшнее. Европейские дети шепотом рассказывают, что в темных-темных подвалах и заброшенных домах будто бы встречаются огромные сгустки крыс, запутавшихся хвостами. Животные не могут освободиться и нормально добывать пищу, поэтому они ужасно голодные и агрессивные. Этакий кошмарный кишащий шар с зубами, который пожирает все на своем пути. Совсем недавно, в 2005 году, в Эстонии, действительно был обнаружен подобный феномен. Эстонский фермер нашел у себя на поле 16 крыс, хвосты которых запутались из-за замерзшего песка. 9 животных в этом клубке были все еще живы. После этого зоологи признали, что городская легенда о крысином короле это не вымысел. 13. Платье смерти. Любовницы королей и других светских персонажей были хорошо известны в обществе. Зачастую официальные жены тоже прекрасно знали, с кем их муж проводит послеобеденные досуги. Так вот, в 19 веке появилась жуткая история о том, как жена в знак светской любезности послала любовнице мужа платье, сделанное из очень модной, в то время ткани зеленого цвета. Той подарок понравился. Однако после бала, проведенного в этом платье, на теле любовницы появились жуткие язвы, и вскоре она умерла. Нежно-салатовый оттенок, который назывался шиельский зеленый, действительно был очень популярен во Франции и во всей Европе в конце 18 века. Его синтезировал немецкий химик Карл Шейли. В этот цвет красили обои, ткани и в частности платье. Однако вскоре люди начали замечать, что многие женщины, которые носили зеленые платья, жаловались на недомогание и аллергическую реакцию на кожу. Оказалось, дело было в мышьяке, который входил в состав краски шиельский зеленый. После многочисленных случаев отравления и нескольких реальных смертей этот краситель вышел из моды. Кстати, любопытно, что в этот цвет также была покрашена ванна Наполеона на острове Святой Елены. Шиельский зеленый был его любимым оттенком. Возможно, под воздействием пара стены выделяли мышьяк, что в конечном итоге привело к смерти Бонапарта. 14. Крокодилы из канализации. В 1930-х годах среди богатых дам Нью-Йорка появилась новая мода держать в качестве питомцев маленьких крокодильчиков. Тут же возник процветающий бизнес, рептилии привозили с юга США и продавали по сходной цене. Однако вскоре обнаружилось пренеприятное свойство подобных питомцев неприлично расти и больно кусаться. В те суровые времена о правах животных особо не слышали, поэтому лишних новорожденных котят, а также всяких прочих неугодных тварей просто спускали в канализацию. Такая судьба постигла и крокодильчиков. Однако в отличие от котят, рептилии выжили в недрах канализации, выросли и размножились. Так что шанс быть укушенной крокодилом, за самые нежные места во время похода в туалет, для нью-йоркской дамы довольно низок, однако не равняется нулю. Так действует вселенская справедливость. Мода на домашних крокодилов, действительно имела место быть. Может быть их даже спускали в канализацию, однако физически, крокодилы не способны выжить в подземных канализационных тоннелях, там слишком холодно и много токсических веществ. А вот в ливневке, а также в водоемах в окрестностях Нью-Йорка эти рептилии, действительно попадались. 15. Свиньи-убийцы. Раз уж мы вспомнили о животных, нельзя обойти стороной легенды о свиньих убийцах. Тут надо сказать спасибо не только фольклору, но и кинематографу, в боевиках и детективах плохие парни, часто привязывают врагов к стулу или еще чему-то, а затем оставляют один на один с розовощокими хрюшками. Больше несчастных никто не видит, от них остаются только зубы. Это чистейшая правда, свиньи не прочь полакомиться человечиной, так что сценаристы и режиссеры ничего не выдумали. Так, в 2012 году розовые любимцы съели фермера из Орегона. Ветеран войны во Вьетнаме завел животных в качестве одушины и средства для избавления от стресса. 70-летний Терри Венсгарнер души не чаял в своих любимцах. Они были откормлены до 320 килограмм, а главного кабана звали милым именем Тедди. Незадолго до трагедии один из хряков пытался укусить хозяина, но тот не предал этому особого значения. И очень зря. Когда Терри, отправившегося кормить свиней, не было в течение нескольких часов, его семья забила тревогу. Зайдя в свинарник, родственники обнаружили вставные зубы и куски того, что раньше было владельцем фермы. Полиция предположила, что мужчина потерял сознание в результате сердечного приступа и свалился к питомцам, которые приняли его за еду. Точную причину смерти определить не удалось, изучать судмедэкспертам было нечего. Иногда любовь свиней к человечине используют в корыстных целях. В 2007 году суд отправил за решетку серийного убийцу Роберта Пиктона. Канадец, владевший собственной фермой, убил по меньшей мере 27 женщин, которые были проститутками либо наркоманками. Трупы мужчина расчленял, пряча их куски на территории своей фермы, в окрестностях Ванкувера, или скармливая своим свиньям. При обыске в свином корыте и загоне были обнаружены кости жертв. Находясь под арестом, Пиктон сознался, в содеянном своему сокамернику-полицейскому под прикрытием. Маньяк обмолвился, что мечтал довести число жертв до 50. Слава богу, не вышло. 16. Красавица и чудовище. Эту легенду все знают, как знаменитую сказку Шарля Перро. Прекрасная девушка влюбилась в ужасное чудовище, так как его мягкий нрав оказался важнее, чем страшное лицо. Вообще с девушками данный феномен случается, не только во Франции и не только в сказках. В 16 веке на далеких Канарских островах родился ребенок с редким генетическим отклонением. Он был весь покрыт шерстью. Сейчас это состояние называют синдромом оборотня. А в те времена, конечно, сочли вмешательством дьявольских сил. Однако в остальном мальчик был вполне здоров и активен, так что вскоре его слава разнеслась далеко за пределы острова. Его прихватили проезжавшие мимо французские купцы и привезли в подарок своему королю, Генриху II. Сначала диковинное создание держали в клетке, однако вскоре король заметил, что мальчик очень смышлен. Он взялся дрессировать чудовище и вскоре понял, что это на самом деле человек, который быстро выучил французский язык и придворные манеры. Педро Гонсальвус, так назвали волосатого мальчика, стал служить при французском дворе. Вообще он был на редкость популярен. Вскоре Педро отослали в качестве диковинного подарка в Нидерланды, а затем в Италию. В какой-то момент придворное чудовище женили на королевской фрейлине Маргариты Пармской леди Катрине. Правда непонятно, насколько в этом участвовало обаяние Педро, а насколько евгеническое любопытство Ее Величества. Так или иначе, любопытство было удовлетворено. У красавицы и чудовища родились семь детей, четверо из которых унаследовали генетические особенности отца. 17. Настоящий труп в качестве украшения на Хэллоуин. На Хэллоуин сам дьявол велел рассказывать страшные истории. Одна из них гласит, Однажды в одном обычном американском городе, в обычном американском доме на Хэллоуин, были выставлены удивительные декорации. Там были совершенно невероятные тыквы, паутина, скелеты и даже очень реалистичный труп женщины. Соседи весь месяц ходили фотографировать эту красоту, ведь достойные украшения на Хэллоуин – гордость и достопримечательность всей округи. Все было хорошо, пока соседи не осознали, что труп женщины по-настоящему разлагается. Хозяином дома оказался самый обычный маньяк-убийца. В 2015 году, эта история на самом деле произошла в Огайо, правда не в частном доме, а в общественном парке. Убийство случилось в ночь незадолго до Хэллоуина. Преступники оставили труп женщины, висеть на цепи ограждения. Волосы закрывали ей лицо, так что со стороны она выглядела как кукла, которую кто-то оставил в виде пранка или украшения. По крайней мере, так свидетельствовали люди, которые несколько дней ходили по парку и не заподозрили ничего необычного. 18. Натуральный реквизит. Похожая печальная история произошла с американским грабителем банков и поездов Элмером Маккерди. После того, как его убили в перестрелке с полицией, в 1911 году, его тело каким-то образом мумифицировали и законсервировали, прежде чем выставить на всеобщее обозрение в похоронных бюро, а затем на передвижных карнавалах и балаганах. Его тело продолжало циркулировать до тех пор, пока не было похоронено в 1977 году. 19. Грекстаунская корова. Это предполагаемая корова-призрак, которая бродила по Нью-Джерси. Люди говорили, что она появляется только в туманные дни, а после быстро исчезает. Полиция отметала все сообщения о корове-призраке, потому что последние десятилетия рядом не было ни одной действующей молочной фермы, и никто не сообщал о пропаже скота. Потом в 2002 году, очень старый больной артритом бык, который точно подходил под описание коровы-призрака, застрял во враге в городе. Он не мог выкарабкаться из-за врага самостоятельно, поэтому ветеринары решили, что лучшим выходом будет его усыпить. Бык, судя по всему, сбежал с молочной фермы, жил в лесах на протяжении десятилетий и избегал любых контактов с людьми. После случая с быком сообщение о корове-призраке не поступало. Считается, что в тумане его видели, потому что бык не мог разглядеть людей и спрятаться от них. 20. Подземные тоннели. Легенды о том, что под толщей земли скрываются потаенные ходы и разветвленные сети лабиринтов, существуют практически во всех крупных городах. Но иногда выясняется, что их появление в фольклоре вовсе не беспочвенно. Так, в 2015 году, во время проведения коммунальных работ, в центре одного из старейших мексиканских городов Пуэблы, рабочие обнаружили сеть подземных тоннелей, существование которых доселе считалось всего лишь мифом. Тайные ходы простираются на 10 километров, проходя под историческим центром города и соединяя с улочками несколько церквей. Найденный лабиринт был сильно завален землей илом, сказалось наводнение 17 века. Во время проведения реставрационных работ специалистам удалось обнаружить детские игрушки, кухонную утварь, пушки, порох и пули. Находки подтвердили предположение о том, что мексиканцы использовали сеть лабиринтов во время битвы с французскими колонизаторами. Несмотря на численное превосходство чужестранцев, им удалось отстоять Пуэблу. Не так давно приведенные в порядок туннели открыли для туристов, теперь каждый желающий может прогуляться по ним. 21. Секрет военной базы. Один американский студент рассказал историю о том, как однажды рискнул быть отчисленным и доказал правдивость городской легенды о секретных подземных тоннелях. Вместе со своими друзьями он отыскал спуск в шахту и буквально попал в 1945 год. Я учился в универе в Вэлли Фордж в Пенсильвании. Раньше там был лагерь для военнопленных и военный госпиталь еще до того, как колледж купил всю эту территорию. Поскольку в Вэлли Фордж всего три университета, найти мой в интернете не очень сложно. Короче говоря, по универу ходили слухи о подземных тоннелях и всем сопутствующим в заброшенных частях колледжа. Выяснилось, что слухи были реальными. Мы нашли спуск в шахту тоннеля, прямо под ковром нашей комнаты в общаде. Мы буквально вернулись в 1945 год. Внизу все очень хорошо сохранилось, а тоннели оказались просто огромными. Мы даже дошли до подземной парковки, на которой стояло четыре джипа, но их шины уже давно сгнили. Мы поняли, что гараж был прямо под университетским футбольным полем. Тоннели вели в столовую, здание администрации, каждую общагу, а также в старую заброшенную часть нашего кампуса, в которую нельзя было попасть с поверхности. Очень быстро мы осознали, что попали в остатки госпиталя морга. Мы выбрались из тоннелей и попали на первый этаж, в котором все еще царил 1945 год. Там все еще стояли больничные койки, висели хирургические занавески и халаты. Черт, на столах даже лежали медицинские приспособления, типа скальпелей, пил, клещей и так далее. Казалось, будто все разом встали и ушли, и с того момента там никого не было. В морге даже остались шкафчики, в которые клали трупы, и иногда мы на спор залезали в них на некоторое время. В общем, все эти тоннели, были городской легендой нашего универа, пока я со своими друзьями не решил рискнуть быть отчисленным и убедиться в их реальности. 22. Убийство в библиотеке. Библиотеки с их нервирующей тишиной, затхлыми, забытыми уголками, часто становятся местом разворачивания событий, в городских легендах. Конечно же, большинство этих историй являются мрачными и страшными. Вы когда-нибудь слышали жуткую легенду о призраке мертвой женщины, который якобы обитал в Нью-Йоркской публичной библиотеке в 1980-х годах? Студентка университета штата Пенсильвания, Бетси Артсма, была красивой, яркой, популярной и общительной девушкой. 28 ноября 1969 года Бетси отправилась в библиотеку, чтобы найти информацию для доклада. Вместо нее девушка получила смертельное ножевое ранение в грудь. Самое странное заключается в том, что никто не видел, когда и кем было совершено преступление. Несмотря на то, что в библиотеке было много студентов, никто из них не слышал звуков борьбы. Бетси обнаружили спустя несколько минут после случившегося. Поначалу никто не мог понять, что с ней произошло, поскольку следов крови на ее красном платье видно не было. По сей день обстоятельства смерти Бетси Артсма остаются загадкой. 23. Смерть от атомных трусов. Существует масса городских легенд, описывающих опасности, которые таят в себе, казалось бы, невинные шутки и шалости. Картофелина в выхлопной трубе может привести ко взрыву автомобиля. За такую шалость, как забрасывание дома туалетной бумагой, вы рискуете поплатиться жизнью. А однажды какой-то ребенок умер от атомных трусов. Это шутка, суть которой заключается в том, чтобы схватить за брюки или трусы сзади и резким движением потянуть их вверх так, чтобы они врезались между ягодиц. Последнее является не совсем правдой, поскольку жертвой этой дурацкой шутки стал не ребенок. Однажды 34-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 58-летним отчимом и решил сделать ему атомные трусы. Он натянул нижнее белье отчиму на голову, не подозревая о том, что его шалость закончится фатально. Эластичная резинка врезалась отчиму в горло, и мужчина скончался от удушья. После того, как шутник был арестован, он заявил, что не жалеет о случившемся. Это была своего рода месть за все те годы издевательств, которые он терпел от отчима. 24. Отшельник с Северного пруда. На протяжении десятилетий туристы, отдыхающие в штате Мэн, были озадачены исчезновением различных вещей, батарей, продуктов питания, фонарей и многого другого. Из-за чего распространялись слухи с различными теориями по поводу исчезновений. Оказалось, что Кристофер Найт на протяжении 27 лет жил один в лесу и обкрадывал туристов. В 2013 году он признал, что совершал около 40 грабежей в год. 25. Сгоревший в печи. Существует много историй о несчастных людях, попавших в фатальную ловушку включенных печей. Они служат детям напоминанием о том, что с огнем шутки плохи. Однако подобное никогда не происходило за пределами детских сказок, верно ведь. На британской фабрике по производству байдарок сломалась большая промышленная печь. Один из работников решил заглянуть внутрь нее, чтобы посмотреть, в чем проблема, однако не стал об этом кого-либо предупреждать. Пока он находился внутри печи, другому работнику удалось устранить проблему. Он, не подозревая о том, что кто-то может находиться внутри печи, просто включил ее. Дверца печи после этого автоматически захлопнулась. Оказавшийся в ловушке работник кричал, что есть силы, однако его никто не слышал. Он попытался открыть дверцу ломом, но тщетно. Его тело было обнаружено только тогда, когда люди заметили дым, поднимающийся из печи. 26. Ленточные черви в голове. Согласно этой городской легенде, человек возвращается с отдыха на каком-нибудь тропическом острове и обнаруживает, что в его мозгу завелись ужасные черви. 31-летняя женщина из Гарланда, штат Техас, стала постоянно испытывать головные боли и проблемы со зрением, поэтому решила обратиться за помощью к врачу. С ее мозгом было все в порядке, не считая полупрозрачных желеобразных мешочков, в которых находились ленточные черви. Врачи сказали, что паразиты появились у нее, скорее всего, после поездки в Мексику, где она отдыхала два года тому назад. 27. Прощальный ужин. После выхода фильма Роковое влечение, появилось целое поколение парней, которые мстили своим бывшим, весьма странным и жестоким способом. Они убивали их домашних кроликов и готовили из них ужин, которым потом угощали своих, ни о чем не подозревающих бывших девушек. После того, как девушка Райана Эдио Атен поиспала Сидро, штат Калифорния, порвала с ним, молодой человек забрал ее померанского шпица и ушел из дома, сказав, что собака потерялась. Месяц спустя они снова сошлись, и Райан в знак примирения устроил для своей возлюбленной романтический ужин, после которого рассказал, куда на самом деле исчез померанский шпиц. В качестве доказательства на следующий день он прислал девушке, отрубленные лапки ее любимого питомца. 28. СМС Ки из-под кровати. Девочке подростку становится жутко страшно, когда она начинает получать угрозы и странные телефонные звонки. Однако ей удается убедить себя в том, что волноваться не о чем. Как это обычно бывает, подростковая интуиция ее подводит, и тот, кто ее пугает, находится гораздо ближе, чем она думает. В июле 2014 года, 16-летняя девушка из Честера, Англия, начала получать странные сообщения от 18-летнего Кайла Рейвенскрофта. Он писал, что следит за ней каждую минуту. Девушка не восприняла его слова всерьез. Однажды в полночь Кайл отправил ей СМС-ку со словами «Я нахожусь в твоем доме». Девушка подумала, что это шутка, и не стала звонить в полицию. Эту ночь она спала в кровати матери. Утром, когда девушка вернулась в свою комнату, она заметила, что коробки из-под обуви, аккуратно лежавшие возле ее кровати, были разбросаны и помяты. Она заглянула под кровать и обнаружила под ней Кайла. К счастью, он ей ничего плохого не сделал, но теперь она каждый раз, ложась спать, заглядывает под свою кровать с фонариком. 29. Крысы в унитазе. И да, крысы могут быть недружелюбными, когда завершают свое путешествие. Один такой грызун укусил за копчик женщину, в 1999 году в Петерсберге, штат Виргиния. В Сиэтле эта проблема достаточно распространена, государственным чиновникам даже пришлось давать советы, что делать, если вы столкнетесь с ней, закрыть крышку и смыть. 30. Легенда об игре Полибиус. В начале 80-х годов в Портленде ходили легенды о монетной аркадной игре, которая имела странное воздействие на своих игроков. Игра под названием Полибиус, как утверждается, вызывала чувство дезориентации, амнезии, игровой зависимости и даже доводила до самоубийства. Говорили, что игровой автомат был полностью черным, и ходили слухи, что его изредка посещали люди в черном, чтобы собрать информацию с автомата, а затем исчезали. Был ли это эксперимент ЦРУ, который исследовал психоактивные запрещенные вещества, проведенные на ничего не подозревающих людях. В то время как вся история не может быть подтверждена точно, отдельные ее части фактически происходили на самом деле. Брайан Даннинг, ведущий подкаста Скептейт, обнаружил, что 12-летнему Брайану Маура стало плохо во время 28-часового конкурса видеоигр в Портленде в 1981 году. Всего несколько дней спустя, аркады в Портленде были захвачены федеральными агентами. 31. Кэндимэн. Выпущенный в 1992 году, фильм о Кэндимэне основан на коротком рассказе Клайва Баркера. Это ужасающая сказка о мести, совершенной черным художником, убитым за отношения с белой женщиной. Кэндимэн отличался тем, что появлялся в доме через аптечку в ванной. В 1987 году, читатель из Чикаго опубликовал рассказ о Рут Маккой, которая звонила в 911, настаивая на том, что на нее напали в квартире. Спасатели нашли ее мертвой с огнестрельными ранениями. Следователи установили, что убийца пробрался в квартиру через аптечку на стене в ванной. Дом был построен так, что аптечка висела на стене, и сантехники могли снимать этот шкафчик, для проверки труб. Это был очень популярный среди грабителей способ пробраться в дом. 32. Прыгающий адвокат. Среди жителей Торонто довольно распространен рассказ об адвокате, который показывал прочность своих окон, прыгая на них, пока в один момент окна не выдержали. Такое увлечение действительно практиковал Гарри Хой, старший партнер юридической фирмы, работающий на 24 этаже. В 1993 году Хой хотел произвести впечатление на некоторых студентов, пришедших изучать закон, но оконная рама в этот раз его подвела, и он разбился насмерть. 33. Тело под кроватью. Наверняка многие, заходя в свой номер в отеле, испытывали страх увидеть под кроватью чей-нибудь труп. По крайней мере, фильмы ужасов очень способствуют этому. Такое действительно случалось несколько раз. В 1999 году в гостиничном номере отеля в Атлантик-Сити одна пара, спала на матрасе, в котором было тело. Они не сразу почувствовали ужасный запах. В 2010 году гости Баджет Лодж в Мемфисе обнаружили, что спали над телом Сони Милбрук, пропавшей без вести. Убийца произвел некоторые махинации, чтобы скрыть запах. И весьма успешно. После этого еще три других жителя арендовали эту комнату и ничего не замечали. 34. Шум, который идет изнутри детей. Возможно, эта жуткая история всего лишь городская легенда. Одно можно сказать точно, шум, который идет изнутри детей, автор этой истории Эд Кан, является одним из самых загадочных творений в истории письменности. На самом деле никто не знает, о чем именно идет речь в этой жуткой истории Эда Кана, но в соответствии с одним критическим обзором и несколькими упоминаниями в интернете, ее содержание было настолько страшным, что произведение запретили вскоре после того, как опубликовали. Единственный обзор на это творение отмечает, что если бы больше людей прочитали эту историю, весь жанр страшилок пришлось бы пересмотреть. Но, увы, автор, как и его история, исчезли с лица земли. 35. Вирус Good Times. Сейчас для хакеров настали не очень веселые дни. Они не могут нанести действительно большой урон, учитывая все антивирусное программное обеспечение, установленное на современных компьютерах. Тем не менее еще в 90-х годах, когда у пользователей не было сложных программ для защиты компьютеров, они оказывались беспомощными перед лицом зла в интернете. Хакеры были кем-то вроде веб-пиратов, которые вызывали хаос и отчаяние. Вы когда-нибудь слышали о вирусах, которые могут расплавить весь ваш компьютер? И это не просто оборот речи, вирусы на самом деле могли уничтожить не только программное обеспечение, но и аппаратное. Что еще хуже, этот вирус очень быстро реплицировался, отправляя себя всем пользователям, которые находятся в вашей адресной книге. Только представьте, сколько людей пострадало. Вирус Good Times отправляли через электронную почту, когда люди были достаточно наивны, чтобы открыть сообщение, предупреждающее о предполагаемой атаки. Этому вирусу удалось уничтожить сотни компьютеров. 36. Советский эксперимент со сном. Многие слышали легенду, про так называемый советский эксперимент со сном, которая, будучи однажды напечатанной, много раз перепечатывалась разными изданиями. Согласно легенде, было отобрано несколько политзаключенных, которым предложили свободу, в обмен на участие в исследовании сна. Они должны были не спать в течение нескольких недель, а чтобы помочь им не заснуть, использовался газ-стимулятор. Целью исследования было установить, как сказывается недостаток сна на поведении и функционировании организма. К моменту окончания эксперимента у всех испытуемых, появились психические расстройства, но было не ясно, в какой степени виноват в этом недостаток сна, а в какой стимулирующий газ. На самом деле подобные эксперименты на людях не проводились, но в 1890-х годах русская ученая Мария Моносейна провела ряд связанных со сном экспериментов на животных. Скорее всего ставить эксперименты на людях считалось неэтичным, но опыты на собаках вполне допускались. В течение нескольких недель собакам принудительно, не давали спать. Им было предоставлено более чем достаточно еды и воды, тем не менее, у собак быстро стали развиваться повреждения мозга, и они погибли всего через несколько дней. Этот эксперимент, несмотря на свою жестокость, доказал, что даже получая все необходимые для жизни питательные вещества, мозг не может обойтись без сна, он необходим не меньше, чем еда и вода. 37. Устройство для самообезглавливания Один человек обезглавил сам себя при помощи довольно сложного, разработанного специально для этой цели механизма. Звучит как полный бред, или сюжет низкобюджетного фильма ужасов. Тем не менее, вот как это было на самом деле. В 2011 году, жена одного из жителей местечка Ирктаун, штат Вирджиния, США, выставила своего благоверного за дверь. Тот прицепил к своей машине семейный трейлер и собрал в него все свои пожитки. Потом отъехал от дома на несколько кварталов и поджег прицеп. Подъехавшая полиция застала трейлер еще в огне, а самого отвергнутого супруга запертым в машине. Тут кто-то обратил внимание на проволоку, которая поблескивала на шее мужчины. Оказалось, что она тянется из окна автомобиля до ближайшего дерева, стоящего метрах в десяти. Прежде чем полицейские успели отреагировать, мужчина надавил на газ и остался без головы. 38. Кольцо и могила. Это скорее даже не легенда, а целая серия легенд, к тому же много раз использованных кинематографом. Они повествуют о том, как кого-то похоронили заживо, а он-она не только самостоятельно откопались, но и наказали всех злодеев, разбогатели, нашли личное счастье и так далее и тому подобное. Настоящая история звучит так. Дело было в Польше. После шести лет совместной жизни некто, Мартин Каспаржак решил, что его невеста по имени Микелина Ливандовская недостаточно хороша собой. Вместо того, чтобы дать ей застукать себя в постели с более симпатичной подругой, как сделал бы любой другой, Каспаржак нашел более радикальное решение. Он оглушил подругу, замотал руки-ноги скотчем, упаковал в коробку из-под телевизора и отвез в глухой лес. Там он похоронил девушку и отправился прямиком к ближайшему банкомату, где снял с ее карточки все деньги. К счастью для Микелины, у Каспаржака было одно несомненное достоинство, он действительно хорошо разбирался в драгоценностях и во время помолвки подарил ей кольцо с настоящим, крупным бриллиантом. Этим-то камнем девушка и разрезала скотч, которым была связана по рукам и ногам. После этого она проделала бриллиантом дыру в коробке и выкарабкалась на поверхность через грязь и ветки, которыми жених предусмотрительно прикрыл могилу. Так что девушки, при помолвке обязательно требуйте кольцо с бриллиантом покрупнее. Особенно если ваш жених зачем-то хранит коробку из-под телевизора. 39. Еще один вариант легенд, о похороненных заживо имеет несчастливый конец. Большинство из нас наверняка слышали историю о похороненных заживо, когда могилы позже откапывают, людей находятся скалеченными пальцами. История Октавии Хэтчер, вероятно, служит источником этой легенды. Она заболела и впала в кому в конце 1800-х годов, вскоре после этого ее объявили мертвой и похоронили. Не прошло и недели, как у других людей стали проявляться похожие симптомы, однако они в конечном счете приходили в себя. Муж Октавии, обеспокоенный тем, что его супругу могли похоронить заживо, приказал откопать гроб. К сожалению, его подозрения оправдались. Октавию нашли мертвой, с исцарапанным лицом и окровавленными пальцами. Обивка гроба была повреждена. Вскоре женщину перезахоронили. 40. Коварная жена. Легенда гласит о том, что мужчина встречает женщину несказанной красоты, закручивается сумасшедший роман, помолвка, а после свадьбы новобрачный узнает, что женился на ведьме. Трудно представить, но что-то похожее произошло на самом деле. Почти весь первый год супружеской жизни Шрия и Бимал Патель прожили в разных городах, он в Остине, Техас, США, она в Дубае, объединенные Арабские Эмираты. После воссоединения молодая жена заявила, что хочет порадовать мужа массажем со специальным маслом, и повела его в ванную. Там уже было все готово. Полумрак, лепестки рос, повсюду свечи. Доверчивый Бимал, вероятно, уже сидел в ванной, когда почувствовал, что от масла, которым его натирают, подозрительно воняет бензином. И понял, что свечи понадобились совсем не для романтики, когда вспыхнул огонь, женщина выскочила из ванной комнаты и заперла за собой дверь. Если бы мистер Патель был повнимательнее, то мог бы заметить, что пожарная сигнализация была предусмотрительно отключена, а противопожарные спринклеры обернуты пластиковыми пакетами. Она продумала все, до мельчайших деталей, но почему-то вариант просто развестись ей в голову не пришел. Шрия Патель естественно была осуждена за умышленное убийство. 41. Безумный доктор. Безумные доктора, которые обожают, почем зря кромсать доверчивых пациентов, действующие лица из многих городских легенд и популярные персонажи из несметного количества фильмов ужасов. В реальной жизни такие тоже встречаются. Глен Такер был ужасным пластическим хирургом и похоже получал даже какое-то садистское удовольствие, уродуя людей. Лечение одного пациента, который обратился к нему с жалобой на спазмы в руке, закончилось ампутацией. Женщина, которая пришла за грудными имплантантами, получила квадратную грудь, покрытую рубцами, достойными Франкенштейна. Когда жалоб и судебных исков скопилась целая гора, поступило известие о трагической гибели хирурга, который якобы утонул во время катания на лодке. Через год он обнаружился во Флориде, где к тому времени тоже успел искалечить большое количество пациентов. После того, как эта история прогремела на всю Америку, Такер заявил журналистам с телевидения буквально следующее. «Если я почувствую себя загнанным в угол, и пойму, что моя жизнь больше не стоит того, чтобы жить, я уйду, но не один». Он сдержал слово. Спустя несколько лет он застрелился, предварительно убив жену и даже кота. 42. Труп в бассейне. Такого рода истории просто созданы, чтобы рассказывать их в школьных раздевалках, про то как девочка пошла купаться, и тут в воде появляется мертвец и как хвать ее за ногу. Один ребенок из Массачусетса пошел поплавать в публичный бассейн и увидел, что у самой поверхности воды плавает нечто крупное. Оказалось, что это тело находящийся в розыске женщины. К этому времени труп плавал в этом бассейне, уже целых три дня, по соседству с ничего не подозревающими и беззаботно плещущимися детишками. Возможно, они ее даже видели, но приняли за плавчиху, которая здорово умеет задерживать дыхание. Колебание воды может создать иллюзию движения. И самое удивительное за эти три дня, воду в бассейне проверяли два разных инспектора. 43. Вечеринка у покойника. На свете есть немало легенд, которые заканчиваются чем-то вроде, и тут оказалось, что он был мертв все это время. К тому моменту, когда Роберт Юнг и Марк Рубинсон приехали в дом своего друга Джеффри Джаретта, последний уже умер от случайной передозировки. В каком состоянии были сами друзья неизвестно, но только они решили, что Джарет просто пьян. Ожидая, что тот вот-вот проспится, верные друзья погрузили тело в машину и отправились веселиться. Поскольку Джаретт не проявлял интереса к продолжению банкета, Юнг и Рубинсон оставляли его отдыхать на заднем сидении, пока зажигали поочередно в четырех разных барах и стрип-клубах. В какой-то момент у них закончились деньги, и они позаимствовали кредитку Джаретта. А потом решили отвезти своего скучного друга домой и поехали веселиться дальше за его счет, разумеется. И только утром до одного из них дошло, что Джаретт был мертв все это время. Несмотря на добрые в сущности намерения, приятелей осудили за надругательство над телом и кражу. 44. Коллекционер. Благодаря Голливуду, мы все знаем, как должен выглядеть безумный сосед-убийца. Тихий, вежливый, очень образованный и совсем-совсем неподозрительный. Именно таким, был краевед и ученый-лингвист из Нижнего Новгорода Анатолий Москвин. Вся его квартира была забита большими, в человеческий рост, куклами. Это само по себе уже довольно странно, но все оказалось гораздо хуже под платьями с оборочками, и белокурыми париками оперативники обнаружили 29 мумифицированных трупов девочек и девушек. Москвич был страстным коллекционером, только собирал он не марки и монетки, а мертвые человеческие тела, которые с 2000 года выкапывал на кладбищах Нижнего, Москвы и еще нескольких регионов нашей необъятной родины. Причем домой он тащил не все подряд трупы. В некоторых случаях он вскрывал могилу, и если его что-то не устраивало, то закапывал обратно. Так что если ваша вторая половина или родители будут недовольны тем, что вы таскаете домой всякие железяки, или спускаете все деньги на сумочки, напомните им, что ваше маленькое хобби далеко не худший вариант. 45. Ботинки из человеческой кожи. В фильмах ужасов часто показывают вещи, сделанные из человеческих костей или кожи. Однако в реальности такое тоже бывает. Джордж Пирот, или Большой Нос, был преступником с Дикого Запада. Он воровал лошадей, грабил дилижансы и поезда, и даже убил местного шерифа и детектива. Вскоре его поймали, он был признан виновным в убийстве и приговорен к смертной казни через повешение. После того, как его казнили, никто не предъявил права на тело. Два врача, присутствовавшие на казни, попросили предоставить им тело для медицинских исследований. Хотя один из врачей действительно изучал его мозг, труп Джорджа использовался в основном для немедицинских целей. На самом деле с него сняли кожу, из которой пошили обувь, а часть черепа отдали в дар медицинскому протеже. Остальные части тела спрятали в бочке из-под виски. Пара обуви из кожи Джорджа в данный момент хранится в музее округа Карбон в Раулинсе, штат Вайоминг. 46. Девушка из Чулана. Однажды 57-летний японец заметил, что кто-то меняет местами вещи в его доме, из холодильника исчезала еда, а ночью его будили странные звуки. Мужчина решил, что сходит с ума, так как жил совсем один. И окна, и двери в его доме всегда были закрыты. Однажды он решил действовать и установил во всех комнатах скрытые камеры. На следующий день он посмотрел отснятые материалы. На кадрах из посудного шкафа японца выползла неизвестная женщина. Мужчина предположил, что она была грабителем. Но полиция сообщила, что никто не взламывал замки. После проведения тщательного обыска женщину обнаружили в маленьком шкафчике. Как оказалось она год жила в доме японца. 47. Фишер. В 1980-х в Москве орудовал маньяк Сергей Головкин, которого милиция не могла поймать несколько лет. Один мальчик на допросе рассказал, что повстречал преступника, но смог от него убежать, ему маньяк якобы представился Фишером, и на руке у него была татуировка с этим словом. Позднее выяснилось, что мальчик это выдумал, однако история о Фишере стала очень популярна и обросла фантастическими подробностями. По слухам преступник ходил с удочкой и представлялся рыбаком, или носил с собой саквояж с головами жертв. 48. Мосгаз. Другая известная легенда о маньяке-газовщике или сантехнике, тоже основана на реальных событиях. В 1960-е годы несколько убийств в Москве и Иванове совершил Владимир Анисян, который представлялся жертвом сотрудникам ЖЭКа. Вскоре у него появилось прозвище Мосгаз, а истории о нем стали ходить по всей столице. Лидия Чуковская в записках об Ане Ахматовой писала. В дневные часы, в ту пору, когда квартиры, преимущественно отдельные, пустоваты, молодежь на работе, а дома чаще всего остаются дети да старики, он звонил в дверь и на вопрос, кто там, отвечал, Мосгаз. Ему отворяли доверчиво. А он загонял свою жертву в ванную комнату и убивал ударом охотничьего топора. Обыкновенно у нас ни в газетах, ни по радио о злодействах ни слова, до тех пор, пока злодей не пойман и не изоблечен. Так было и на этот раз, целый месяц город жил страхами и слухами. Легенды об убийце из ЖЭКа появились и в других городах СССР, где Иванович даже не бывал. Рассказывали, что таинственный преступник обладал приятным голосом и владел гипнозом. Детям он предлагал конфеты. В страшных историях подробно описывали, как слесарь или водопроводчик проникал в квартиру и убивал доверчивых советских граждан, а затем избавлялся от улик. Слухов о преступнике появилось так много, что люди отказывались пускать в дома настоящих сотрудников коммунальных служб. В 1964 году Енисяна арестовали, но легенды об убийце из ЖЭКа сохранились. Появились и другие страшные истории. В одних маньяк охотился за теми, кто носил красные вещи или дорогие шубы, в других преступником был сбежавший пациент в психиатрической больнице. 49. Черный воронок. Собственными автомобилями в первые годы советской власти владели немногие. Чиновники, военные, рабочие, артисты. Машины они обычно получали в награду от государства. Историк искусства Михаил Герман вспоминал, собственные автомобили несли на себе отблеск не столько богатства, какое тогда было богатство, сколько таинственной и грозной власти, дыхания свыше раздаваемых благ. Покупали машины редко, но люди чиновные и знаменитые имели персональные автомобили, которыми, случалось, управляли и сами. Машинами, кроме того, награждали. Стаханова МК, летчиков-героев ЗИСами. Воронками, Черными Воронами и Марусями в Советском Союзе называли автомобили, на которых ездили высокопоставленные чиновники. На этих же машинах сотрудники Народного комиссариата внутренних дел СССР, НКВД, увозили арестованных и подозреваемых. Легенды о черных автомобилях появились во время массовых репрессий 1930-х годов. Арестованные крайне редко получали оправдательные приговоры и возвращались домой. Так и возник страх перед служебным транспортом, который перерос в предание, якобы если сесть в такую машину, то можно пропасть навсегда. Александра Архипова и Анна Керзюк писали о трех версиях легенды о Воронке. По одной из них, на черном автомобиле генеральный комиссар государственной безопасности, Лаврентий Берия похищал приглянувшихся ему девушек. В истории из 1970-х по улицам ездила Волга с номером ССД «Смерть» советским детям. Похитителями в этом сюжете выступали либо агенты, либо сотрудники КГБ, либо вовсе абстрактная черная рука. А о третьей версии писал фольклорист Александр Панченко, иногда речь шла об иностранной машине, отвозящей похищенных детей на военную авиабазу, но чаще о некой банде, нанятой известным хирургом, для нужд своей клиники или оккультистом. В этом случае похитители вырезали зрачки из глаз. А еще про государственные машины ходила байка, что они никогда не притормаживали и запросто могли сбить пешеходов. Тогда водитель просто выбрасывал из окна автомобиля жетон похоронить за счет государства. 50. Вредная и опасная еда. Еще с 1920-х годов в СССР существовали легенды, связанные с продуктами. В эти годы пищевая промышленность в советском государстве менялась, открывались новые заводы, рестораны и фабрики кухни, оборудование для которых привозили из других стран. А в магазинах можно было купить готовые блюда первые полуфабрикаты. Антрополог Жанна Кормина отмечает, что гастрономическая конспирология возникла из-за культуры недоверия. Люди беспокоились, что не могут контролировать, как на заводах и в ресторанах готовят еду. К тому же с прилавков пропали многие привычные продукты, а старые фабрики правительство национализировало и переименовало. Многие сравнивали домашние и покупные блюда и приписывали готовым мифические свойства. Большая часть таких историй была связана с посторонними предметами и даже ядом в еде. Михаил Зощенко и Николай Радлов писали в книге «Веселые проекты» в 1928 году. Гвозди, тараканы и окурки кладутся в хлеб без всякой системы, отчего одному едоку попадает два гвоздя, а другому ничего. Пора и жить эту несправедливость. Легенды гласили, что водку делают из нефти, колбасу из туалетной бумаги, а в квасе кто-то находит червей. Александра Архипова и Анна Керзюк в книге «Опасные советские вещи». Городские легенды и страхи в СССР писали, в колбасе можно найти останки мышей. Потому что ингредиенты для колбасы смешиваются в огромных баках, которые очень сложно мыть и вообще туда не попадешь. Но туда залезают мыши, а потом не могут выбраться, высоко. И когда мясорубки начинают работать, в цехе стоит страшный писк, потому что разрубает этих мышей и они попадают в фарш. Часть истории рассказывала о ядах, которые попали в каши или супы в школах и детских садах. Появлялись такие легенды, в том числе и на основе реальных событий. В некоторых столовых, кафе, на пищевых комбинатах действительно не всегда соблюдались санитарные нормы. На эту тему даже ходили анекдоты. Купил сегодня колбасу докторскую. Название не врет. К вечеру стал пациентом. Авторы страшных рассказов о крысах в колбасе и ногтях, в хлебе нередко ссылались на надежный источник знакомого, который якобы работал в столовой. Недоверие к пищевой промышленности только усиливалось, и появлялись новые легенды. Однако похожие истории существовали и в других странах. В США, например, рассказывали, что еда в Макдоналдсе отравлена, а работники мексиканских и китайских ресторанов специально портят заказы для представителей других национальностей. На этом я бы хотел закончить это видео с пятью-десятью жуткими городскими легендами, которые оказались правдой. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт, было время, когда случаи захоронения живых происходили с завидной регулярностью. В конце 19 века Уильям Тепп попытался собрать из медицинских документов все истории с преждевременным захоронением тел. Ему удалось выделить 219 случаев, когда тела живых людей чуть не были преданы земле, 149 дел, когда их все же закопали, и десятки примеров, когда вскрытие начинали производить на еще не умершем человеке. Не стоит, впрочем, забывать, что в то время еще не было таких врачей, как доктор Хаус, которые за 42 минуты могут решить любую загадку. Тогда если человек шел к врачу с гриппом, его вполне могли покрыть пиявками, и прописать запрещенные сейчас вещества от кашля. А чтобы проверить, жив человек или мертв, к нему наклонялись и несколько раз кричали «проснись». Если он не реагировал, его закапывали. В те дни страх быть похороненным, заживо был настолько распространен, что богачам и параноикам даже предлагали так называемые безопасные гробы, которые позволяли подать сигнал во внешний мир, обычно с помощью колокольчика или какого-нибудь флажка, о том, что человек внизу проснулся и хочет выйти. К сожалению, безопасные гробы больше не в моде, поэтому если вы вдруг будете прогуливаться по кладбищу, и услышите чей-то сдавленный крик, возможно вам следует как можно скорее сообщить об этом, парню с лопатой. Мы разумеется просто шутим, ведь сегодня ничего подобного случиться не может не считая истории о венесуэльце, который проснулся во время вскрытия. Если так подумать, то возможно вы захотите внести дополнение к своему завещанию и попросите похоронить вас с буром, работающим на газе. Вот такими у нас получились 50 жутких городских легенд, которые оказались правдой. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал книги, истории, факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом.